Открытие почтового отделения рядом с домом жители поселка Внеисок были рады, но недолго. Помещение оказалось маленьким, места для хранения посылок не хватает. Да и в очереди можно простоять несколько часов. Зимой приходится стоять на морозе. Перемен в лучшую сторону пытаются добиться уже несколько лет. Ремонт нужен не только внутри, но и снаружи. Кровля протекает, состояние лестницы удручающие. Подъем по ней для пожилых людей может закончиться травмой. Поменяем настил, чтобы не тепло внутрь. Как только сделаем кровлю, будет иметь смысл уже делать косметику. Сделаем косметику внутри, покрасим ступени, переведем в порядок. Ну, хотя бы, чтобы хоть чуть-чуть поуютнее было. Помимо ремонта нужны кадры. Сейчас на почте работает один начальник и один почтальон. Пока для решения этой проблемы привлекают мобильных сотрудников из других отделений. У нас есть здесь потребности и в операторах, и в почтальонах. Соответственно, и группа массового подбора работает на это направление. И вчера мы встречались с коллегами из администрации, они помогут нам по своим каналам подобрать персонал. Чуть, да, вопрос зарплаты. Да. Ну, здесь, понимаете, здесь такая двоякая ситуация. У операторов, например, есть же возможность зарабатывать не только на ставке, на том окладе, который они работают, а еще продавая там товарообразное употребление. Руководство почтамта обещает, в ближайшее время ремонт начнется. Сначала приведут в порядок кровлю, а затем уже и помещение. До конца июня все работы завершат. В планах увеличить и площадь отделения. Администрация округа рассматривает в том числе возможность переезда. Карина Геряшева, Денис Харламов, телекомпания Одинсова.